Думаю, пришло время купить этот мат, коврик, хотя многие дети раньше начинают играть на нем, но Миша вот сейчас только начал на нем играть более или менее, пытается ползать по-пластунски. Я раскладываю здесь игрушки, конечно же, любимая игрушка это салфетки влажные, вот что-то хрустящее типа этой книжки. Вот в отеле, когда мы останавливались на кровати, я его оставляла, подушками обкладывала, естественно, под присмотром, он там гораздо дольше катался, в партизаны играл, видите, вот так он катается. Хотела вам показать, как ползать, но он что-то не хочет ползать. Да, и обязательно босиком, я думаю, что вы знаете, что нужно, чтобы было сцепление, чувство поверхности, в общем, я его босиком. У нас не холодно, у нас тепло, и легкое закаливание, оно на пользу. Немножечко нужно ребенка приучать к легкому холоду. Свитер новогодний, какая разница, да, собственно говоря. Он такой ему великий, я думаю, что на следующий год еще тоже будет ему отличный этот свитер. У нас сегодня какая-то буря сумасшедшая, просто какой-то ветер, голова у меня кружится, дом вибрирует. Не знаю, если я вставлю этот кусочек, меня заблокирует YouTube или нет. Смотрю тут по телеканалу Fox, показывают, как себя вести во время землетрясения. В общем, основная тема землетрясения сейчас показывает, что начали сносить здания в Стамбуле. Вроде как началась подготовка. Вот как жареный петух в попу клюнет, знаете, начинают люди шевелиться. Пробы брать из стен. Раньше-то вот где они были, не знали, что Турция вся-вся просто сейсмазона. Вроде коврик огромный, да, но обязательно нужно уползти туда, где его нет. Мишунь, ползи к маме. Не понимаю, как он ползет вот оттуда, он дополз сюда, причем каким-то странным способом, перемещаясь вокруг своей оси. Вот если я сижу с ним на коврике, он более-менее так хорошо играет. Стоит мне встать, все, включается сирена. Мама куда-то ушла, меня бросила. Любимая игрушка салфетки. Салфетки, всякая фигня, всякие бутылки, шоколадки. В магазине, если Миша дать шоколадки в руки, он будет тихо себя вести. Я, друзья, переехала на коврик, пью кофе. Так, маленькие ручки тянутся. Кстати, Мише я стала давать йогурт турецкий. Тручанки, как правило, сами делают йогурт, но я не доверяю молоку, которое продается якобы органик. Честно, не доверяю, поэтому я покупаю йогурт без добавок в Турции, даю ребенку, и ничего страшного. Я вот смешала банан, тахин. В тахине очень много кальция. У меня такой вот перекус, как правило. Вот, Миша тоже ест йогурт с бананом, но тахин я ему дала попробовать чуть-чуть, микропорцию. Вообще, говорят, что надо, чтобы у ребенка присутствовали аллергены всегда в маленьких количествах. Должны присутствовать аллергены, от них не стоит ограждать ребенка. Это вызывает больше риск наличия аллергии. Извините мою кружку. Обожаю огромные кружки. Я и чай из них пью, и кофе. Мне нужен чан просто. Жидкости теплые. Серия Starbucks. Точнее, не серия Starbucks, а серия города. Адана. У нас в Турции, кстати, вот эти чашки стали просто за какие-то бешеные цены продавать. Я еще хотела такую в Москве купить. В общем, буду покупать во всех городах, где я бываю, если найду. Очень мне нравится. Тут, смотрите, вокзал наш известный. Полудородные земли. Апельсиновые сады. Чукурово, кстати, это в прошлом апельсиновые сады. А Чукурово пострадал у нас больше всего район. И вот сейчас разговор о том, что там просто была непригодна почва для строительства. По настроению многоэтажек. По факту должны были оставить эти апельсиновые сады. Сейхан пострадал меньше. Кючук сад. Маленькие часы, башня. Палящее солнце наше яркое. Вот, собственно говоря, все. И море, по-моему, да, здесь? Не море, а водохранилище наше известное. Так, возвращаем рубрику парфюм дня, чтобы нам сегодня выбрать в эту погоду. Идем гулять. Почему я это не выброшу? А знаете почему? Потому что здесь написано название одного пробника. А этот пробник у меня, он без... Вот такой вот, неопознанный. Кстати, фигня полная. Знаете, какой аромат? Вот, мне вообще не понравился. Латафа Эктиари. Ну, он какой-то вообще никакой. Абсолютно. Так, что нам сегодня выбрать? Хочется что-нибудь такое, эдакое. Уже не знаю. Что? Вот Pure Mask, кстати, свеженький такой я брала. Мне будет с землетрясением ассоциироваться. Брала в отель с собой. Ну, давайте, будет у нас милерочка. Милерочка вкусная. Такая жвачка со смородиной. Друзья, вот хожу гулять с ребенком, все время мимо этой стройки. И вот наблюдаю, да. Не знаю, строители, подскажите, что здесь. Правильно, неправильно. Но вот почему-то она мне не вызывает доверие, эта стройка. Все как-то вот, как будто бы, знаете, на коленке делается. Какие-то вот палки сложены с одной стороны, с другой стороны. Какой-то бардак. В общем, может быть, конечно, так и должно быть. Сейчас, наверное, меня это оштрафуют за то, что я снимаю чужой объект. Но люди сейчас живут на Кире, на аренде. Здесь раньше был дом. Они вот ждут, когда эта стройка закончится. Но что-то она пока что не продолжается никак, эта стройка. Вот с момента второго землетрясения я не вижу здесь строителей. Смотрите, вот это что такое, например. Вот это что такое. Так должно быть. Ой, сейчас я начну уже придираться. Вот сейчас опять земля вибрирует. Прям, знаете, не трясется, а именно вибрирует. Или это у меня уже нервы сдают окончательно. Друзья, сегодня у нас по прогнозу песчаная буря. Но я думала, может быть, мне не выходить с ребенком. Позвонила супругу. Он говорит, выходи. Вроде как в воздухе все нормально, но машина вся в песке. Сейчас посмотрим на другие машины. Ну, вроде бы не в песке. Или нет. Смотрите, на черном стекле виден песок или нет. Нет, все не так плохо. А вот на черной машине виден... Или это просто грязь, я не знаю. Когда пойдет дождь, а он пойдет, почему-то после песчаных бурсов дойдет дождь, вот дождь будет с песком. Погода, знаете, какая липкая. Очень липкая погода. Я переоделась, смотрите, в кеды переоделась. Надела все уже весеннюю куртку, косуху свою кожетку. Пальто, я думаю, уже не понадобится. Вот так вот мы вошли в лето. Нет здесь межсезонья, знаете. Она очень короткая. Мы сразу входим в лето, не насладившись зимой. Зимы не было в этом году. И, знаете, какое-то... какое-то равновесие нарушено. Это очень хорошо чувствуется. Вот эти вот бури, этот сильный ветер. Сейчас он был с утра, прям сумасшедший ветер. И у меня вот такой еще рефлекс. Просто когда у нас было землетрясение, сначала идет тряска, а потом народ начинает паниковать и начинает хлопать дверьми, бегать, прям такой топот слышится. И все здание, вот знаете, оно как на верх тормашки встает. И вот сейчас, когда была вот эта буря с утра, ветреная, тоже, знаете, двери стучали, как-то вот, видимо, от ветра. У кого-то там хлопали, закрывались. Летали там полотенца. Как-то, знаете, тоже некомфортно. Уже начинаешь вот... уже начинаешь паниковать там, где не надо паниковать. Кстати, у нас тут полно вот таких вот домов. Вот видите, таких прям, которые, ну, просто уже вот... На них даже смотреть страшно, но здесь живут люди. Вот даже форма чья-то. Работает человек в Белидье, скорее всего. Вот там впереди, видите, сидят полицейские. Так, я ухожу с дороги. Сидят полицейские и огорожены здания. Просто их снимать нельзя. И здание, видимо, снимать нельзя. Скорее всего, они мне разопретят съемку. Поэтому издалека расскажу. Ну, вот подобное здание тоже сносить будут. Там написано прям, не входите, опасно и так далее. Вообще вот такие вот здания у нас не проверяли мустакиль. Они не проверяли. Проверяли только многоэтажки. Потому что, если начать проверять эти мустакиль, то, ну, просто ни времени, ни сил не хватит. Нет такого ресурса. Вот эти мустакиль, видите. Страшненькие они, конечно. Ну, вот вся Дана изначально состояла из таких домишек. Это вообще какой-то непонятный. Конечно, архитектура своеобразная. Вон, видите, сидят полицейские и лента. Сейчас покажу. Я думаю, что если бы не землетрясение, то никто бы этим даже и не занялся. Проверка этих всех лачужек. Вот еще улица, полностью состоящая из мустакиль-эф. Сейчас я вам кое-что расскажу про них. Я села под каким-то странным деревом, без листьев. Хочу поговорить с вами по поводу рынка недвижимости. Значит, такая история. Все же знают, что этот пузырь рос, 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 рос. И все вот подумали, что сейчас будет землетрясение, значит, и все это лопнет. Я вам скажу так. У нас в водонепле поменялись предпочтения людей. Сейчас все как сумасшедшие стали искать себе арсу. Арсу – это участки земли. Причем тут такая ситуация, что многие участки непригодны к строительству. То есть есть арса, а есть тарла. Есть огород, а есть участок по строительству. Потом все как один хотят теперь жить в мустакиль. Мустакиль я вам показывала в предыдущих кадрах. Все поменялись приоритеты. Все, значит, продают квартиры в многоэтажках. Очень много желающих сейчас продать квартиры на высоких этажах. И ищут они себе мустакиль. Но я думаю, что человек, который привык к комфорту и привык к красивому, к красивой парадной, к определенным соседям определенного уровня, жить в мустакиль долго не сможет, я так думаю. Все равно это все забудется, и человек приедет в какую-нибудь многоэтажку, только укрепленную или построенную по новым стандартам, скажем так, в которой он может быть уверен. Вот так вот поменялись предпочтения людей. Но не поменялись цены, я вам скажу, что аренду по-прежнему найти сложно. Особенно популярна аренда на нулевых этажах, на низких этажах, аренда в мустакиль. Кто-то сейчас поднялся за стройку. Сейчас мечта у многих купить этот караван. Караван-дом, да, прицеп этот, который стоит бешеных денег. Или контейнер F, или дом-контейнер такой, знаете, из металла, по-моему, он состоит такой. Ну, он выглядит ничего так, но я не знаю, качество этого дома. Вот так вот поменялись предпочтения, но не поменялись цены. Еще раз говорю, пузырь не лопнул. Не лопнул. И еще цена будет складываться из параметров несколько других. В многих старшем сайте Adavlant можно проверить, испорчен дом или не испорчен землетрясением, с трещинами или не с трещинами, сильно испорчен или слабо испорчен, ас-ха-сар-лы, чок-ха-сар-лы. Ас-ха-сар-лы это немного, небольшие повреждения, чок-ха-сар-лы сильные повреждения, под снос, хас-сар-сес без повреждений. Вот по поводу алкоголиков в Турции. Вот здесь мужчина, он постоянно... Вот сейчас я вам покажу, что прилично. Вот он всегда, всегда здесь гуляет, всегда он с перепоя, простите. Есть, есть, но очень мало. Сижу с Мишей на коврике, хочу с вами поболтать немножечко на мамскую тему. Мне пишут в личные сообщения. Девочки, вопросы. Я знаю, что многие из вас мамы, кто-то будет мамой, кто-то готовится стать мамой. И встал вопрос по поводу пюрешек и прикорма. Значит, я вообще сторонница того. Опять же, не совет, просто делюсь своим опытом. Чисто мой опыт. И мой первый ребёнок. Какие ошибки я совершила, что я поняла, вот всем этим я хочу с вами поделиться. Я для прикорма скачала таблицу ВОЗ и ею придерживаюсь. Эту таблицу вы можете найти в интернете. Придерживаюсь плюс-минус. Есть много видов прикорма. Есть такой прикорм, когда малыш ест всё то, что у вас на столе. Я, в принципе, не совсем с этим согласна. Для первого прикорма, наверное, лучше что-то ему отдельно приготовить, адаптированное, чтобы его желудочек мог это переваривать. Значит, что касается... Что касается прикорма в Турции. Я, в принципе, не сторонница того, чтобы кормить ребёнка промышленными пюрешками. По многим причинам. Не знаю, что туда положили. Мне не нравятся до конца составы, например, турецких пюрешек. Потому что даже если они чистые и без сахара, они чаще без сахара, кстати. Здесь всё равно туда добавляют салчу даже добавляют, картошку добавляют, там крахмала добавляют. То есть там этого крахмала и картошки быть не должно, но это добавляют. То есть просто чисто вот пюрешка, бананы, яблока нет. Там всё равно будет что-то добавлено, какой-то сиропчик, какой-то загуститель. Как бы всё вроде бы натуральное, но всё равно. Это балуют наши рецепторы. А вот этот возраст для них очень важен. Я не хочу, чтобы мой ребёнок страдал какими-то проблемами пищевыми. Это же всё сейчас формируется на самом деле. Хотелось бы, чтобы он не был привередлив в еде. Опять-таки я понимаю, что всё это индивидуально и, возможно, есть какая-то генетическая предрасположенность и много разных факторов, но я хочу со своей стороны сделать всё максимально, что я могу сделать. В Турции маленький выбор всех этих пюрешек готовых, промышленных, каш маленький выбор. И я считаю, что эти каши должны присутствовать, эти пюрешки должны присутствовать, но это как бы экстремально в дороге, например, как мы были сейчас в отеле, вот как у нас сейчас было землетрясение, мы не были дома. Эти вещи нужны. Я кормила малыша промышленными пюрешками. Значит, проблема турецких каш в том, что в них во всех практически есть сухое молоко. Практически во всех. В некоторых добавлен сахар, в некоторых даже мёд. Вот я пюрешки покупала и в Биме, и в А101, и в Эбебек покупала, там гораздо больший выбор. А вот каши я взяла только две. Я сейчас покажу вам, какие. Я нашла вот такие две каши. Вот они не две, их даже три. Три. Вот это с персиком, вот это с рожковым деревом, а есть одна классическая. Здесь добавлена травка, чтобы газы выгонять. Вот она ночная, считается, эта кашка. Всё это от шести месяцев. Состав идеальный. Нет ни сахара. Здесь крупы, витамины, обогащённые витаминами, тут зёрнышки. В общем, я состава вам перечитывать не буду. Не хочу быть душнилой, занудой. Единственное, что мне не нравится, это вот сухое молоко. Мы знаем, что молочку дают, по-моему, после года. А здесь уже 6 плюс месяцев. Вот эти две каши мне нравятся. Производство Эбебек. И вот то, что я малышу давала в дороге, они просто завариваются водой. Он их, кстати, очень любит. А для всего остального я заказала вот такую кофемолку. Это просто огонь-машина, киви. Её конструкция максимально проста. Вы снимаете крышку, вот туда добавляете какую-то крупу, промытую, высушенную. И перемалываете её. Всё, нажимаете на кнопку и перемалываете. Стоила она 300 лир. На Тренд Йол я её заказала. Мне очень нравится дизайн. У меня есть кофемолка. Да, у меня есть кофемолка. Но поскольку вытащить крупинки кофе из кофемолки нереально, я не хочу, чтобы ребёнок мой ел кофе. Пришлось ему отдельную купить для круп. Рисовую, гречневую, овсянку я там перемалываю. Она перевалывает не в пух, не в пух и прах, знаете, а в такие мелкие-мелкие. Это для фильтрованного кофе и для специй. Турецкий кофе, например, вообще как мука. Турецкий кофе вам здесь не перемолится. Вот как раз таки то, что надо желудочку детскому, чтобы были мелкие-мелкие такие, знаете, микрокусочки. Но они чтобы были всё-таки. По большому счёту, я пришла к такому выводу, что пока я, знаете, читаю информацию, ищу что-то в интернете, смотрю какие-то передачи на всех трёх языках, да, на турецком, английском и русском, и пытаюсь сравнить системы прикорма. Да, кстати, в Турции есть некоторые продукты, которые, например, которых нет в России, да. Они есть, но мы не едим их ежедневно. И я гуглю каждый отдельный продукт. Например, когда дают нут, когда дают булгур, когда дают, что у нас там ещё турецкое, какую-нибудь бамью, когда можно дать ребёнку. Вот всегда такие вещи гуглю. Я поняла, что самое главное ребёнку – это внимание. Внимание на самом деле. А прикорм – это уже дело житейское. Вот ему надо, чтобы я сидела с ним, чтобы я им занималась, чтобы я была вовлечена, именно вовлечена. Она не просто рядом, а была ещё вовлечена, на него обращала внимание, чтобы брала его на ручки, помогала ему играть. И я очень жалею, что я очень мало носила своего ребёнка, когда он был совсем-совсем маленький. Я всё пыталась его приучить к самостоятельности, выкладывала на живот, хотя он не хотел на нём лежать. Сейчас он уже практически ползает. Он практически не лежал у меня на животе, ну не любил, не хотел, не был готов. Это было для него мучение. А педиатры говорят, выкладывайте на живот, вот он должен тренировать мышцы. Ему тренировать ещё было нечего. Я вот слушала их, я просто мучилась своего ребёнка. А сейчас я понимаю, что я делала это зря. Надо было просто его любить и не требовать от него ничего, никаких переворотов раньше времени. Я опять же таки смотрела блогеров, сравнивала своего ребёнка с другими детьми, и он немножечко как бы, как мне казалось, отстаёт. Хотя всё было в норме абсолютно. Просто какие-то дети раньше делают что-то, какие-то дети позже. Это не значит, что у них IQ, например, ниже. На этом надо концентрироваться. Не на том, сколько ложек дать, когда дать. Конечно, на составах, наверное, всё-таки нужно концентрироваться. И вот на бардаке, кстати, вот на таком. Раньше я вот такого себе позволить не могла, чтобы, не дай бог, какие-то витамины у меня там где-то стояли. А сейчас, да я просто кончусь. Если я буду постоянно с маленьким ребёнком перекладывать куда-то что-то, убирать, снова доставать, я сойду с ума. И по поводу комментариев ещё хочу поговорить. Сейчас сижу, читаю комментарии. Никому не угодишь. Никому никогда не угодишь. Это уже понятно, что я не Америку открыла. Одни пишут, ну вот мы уже обсуждали с вами эту тему, мало страдаешь, там плохо страдаешь, как там посмело в ресторане поесть, когда другие там умирают, другие пишут, что ты вечно ноешь, хватит ныть, радуйся жизни, ты там осталась жива, да радуюсь, конечно, жизни. Вот каждый человек, абсолютно каждый, он же смотрит на другого человека через призму своей жизни, и он пытается этот свой свитер узкий натянуть на меня, да, на другого человека, свою эту рубашку натянуть. Но у каждого свой путь жизненный, и, наверное, мы какие-то вещи сможем понять только тогда, когда окажемся на месте другого человека. Вот так вот. Вот так вот.